Добрый вечер! Мы с вами, дорогие мои, продолжаем говорить о Крият Шма. Мы с вами немножко в прошлый раз поговорили о тех Каванод. Каванод, о том смысле, который мы вкладываем в слова первого псука Шма Исраэль. Конечно же, это не все Каванод, которые относятся к этому псуку. Все Каванод знают только очень-очень большие мудрецы, каббалисты, которые действительно молятся от начала до конца всю молитву со всеми Каванодами, со всем смыслом, который вложен в эти слова. Мы же с вами разобрали только самые простые Каванод, доступные всем любому еврею. Когда мы говорим первый псук Крият Шма, Шма Исраэль, мы произносим его громким голосом, чуть громче, чем всю остальную молитву. Не кричим, нет, Ашему не нужны крики, он слышит даже самый тихий шепот. Зачем же мы повышаем голос, когда произносим первый псук Шма? Чтобы разбудить в своем сердце чувство. Чтобы разбудить в своем сердце то чувство, которое поможет нам вложить в этот псук смысл, его Кавану. Когда мы произносим этот первый псук, мы кладем руку на глаза, мы закрываем глаза рукой. Как вы думаете, для чего мы это делаем? Чтобы сосредоточиться. Совершенно верно, молодец Ильяу. Чтобы сосредоточиться, чтобы ни на что не отвлекаться, потому что первый псук Крият Шма, он очень-очень-очень важен. И если хотя бы этот самый первый псук, если его сказать без Каваны, без вложенного в него смысла, то мы не исполнили вообще заповедь о Крият Шма. А Крият Шма, как вы знаете, это заповедь истории. После произнесения этого первого псука есть еще один пасук, который как будто бы отделяет первый пасук от остальной части Шма. Это пасук Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэд. Что, о чем говорит нам этот пасук, благословенно имя, уважаемое имя царства его, его Ашема, да, на веки вечные. Этот пасук мы говорим шепотом. И только один раз в год мы произносим этот пасук громким голосом, кто знает когда? В Йом-Кипур. Совершенно верно. Молодец, Илья. В Йом-Кипур. В Йом-Кипур, совершенно верно. Да, да, Леви. В Йом-Кипур. Молодец, Мойшик, тоже. Этот пасук мы говорим шепотом, и этот пасук мы тоже должны внимательно следить за нашими мыслями во время его произнесения. Чтобы мы говорили его не просто так, бр-бр-бр-бр, это пасук очень важный, он говорит об уважении к царству Ашема, к его власти на земле и во всех мирах на веки вечные. Когда мы говорим первый отрывок, не первый пасук, а весь первый отрывок Криадшма, вы знаете, что Криадшма, она состоит из скольки отрывков? Из Торы. Она взята из Торы. И сколько отрывков из разных мест Торы взято в Криадшма? Кто помнит, мы говорили об этом? Молодец, Мойшик, отлично, совершенно верно. Три отрывка. Три отрывка, из них состоит наша Криадшма, они взяты из разных мест, они идут не в том порядке, в каком они написаны в Торе, и почему они именно в таком порядке собраны. Об этом говорит нам трактат Брахот в Талмуде, объясняет, почему именно в этом порядке идут эти отрывки. Когда мы произносим первый отрывок. Первый отрывок, он очень-очень важен, и в тот момент, когда мы его произносим, мы не имеем права ни на что отвлекаться. Хотя закрываем глаза мы только во время, когда произносим первый посуг, но весь первый отрывок, пока мы его произносим, мы ни на что не должны отвлекаться. Никому не можем ничего не сказать, не даже намекнуть, не даже какое-то движение сделать руками. Помахать рукой. Да, даже помахать рукой, если младший братишка или сестренка, они в это время требуют у нас внимания, или у взрослых дети обычно требуют внимания. Нельзя сказать им, подожди минуточку, даже вот так рукой невозможно сделать, невозможно их не погладить. Нет, первый посуг, его ни на что, ни на что не отвлекаясь, ни на что не обращая внимания, не первый посуг, первый отрывок. Первый отрывок мы произносим ни на что, совершенно ни на что не отвлекаясь, не подмигивая глазами никому, не делая руками никому никаких знаков, ничего, 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 даже, даже, если, если это необходимо для исполнения какой-нибудь заповеди. Что? Что, Мойшик? Невозможно сделать ничего во время первого отрывка, ничего невозможно сделать, потому что нельзя отвлекаться ни на что, мы не должны вообще ничего видеть и слышать вокруг, кроме... А если это вопрос жизни и смерти? Там, где встает вопрос жизни и смерти, он отодвигает все заповеди, кроме трех. Это интересно, как это может быть? Клонение ажи. Три заповеди, которые мы... Подожди, подожди, Ария Залман, секундочку, я тебя тоже выслушаю. Ария Залман, одну секунду, я отвечу Давиду, и я тебя послушаю. Три заповеди, которые мы не имеем права нарушить даже под угрозой смерти, это убийство, запрет убийства, мы не имеем права никого убить. Ария Идолам. Идолопоклонство, и Гилуя Райот, и нарушение скромности. Нарушение скромности, тяжелое нарушение скромности, скажем так. Нарушение чистоты семейной жизни. Это три заповеди, даже если угрожают нас убить, мы обязаны погибнуть, но не нарушить эти три заповеди. Во всех остальных заповедях, если нам угрожает какая-то опасность нашей жизни, все заповеди отодвигаются, наша жизнь, ее необходимо защитить. Для чего? Для того, чтобы в будущем мы могли продолжать исполнять заповеди. Мертвые заповеди не исполняют, поэтому наша жизнь, она имеет такую огромную ценность. Подожди секундочку, я обещал, что выслушаю Ария Залмана, после этого я вернусь к тебе. Хорошо, Иллиал? Да, Ария Залман, что ты хотел сказать? Глазом можно? Что можно? Глазом. Глазом. Глазом? Нет, 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 не подмигивать, ничего невозможно. Первый отрывок Криадшма нельзя ничего, даже если это связано с исполнением какой-то заповеди. Второй и третий можно отвлечься, если это связано с исполнением какой-то заповеди, но, конечно, не на друзей, не на детей, не на посторонние вещи, только на вещи, связанные с заповедями. Так, да, Иллиал? А если ты хочешь в ШМА подвинуться, ты сможешь подвинуться? Да, в ШМА можно подвинуться, двигаться не запрещено, нельзя никому никакие знаки подавать, ни глазами, ни руками. Ну, а если он сделает, он это сможет сделать? Что, кто, кто, что сделает и что сможет сделать? Значит, если кто-то читает первую часть от ШМА, и хочет кому-то сделать знак, помакать рукой нельзя ему, нет. А если он это сделает, он не сможет это сделать? Конечно, он может это сделать, но это будет... И кто-то сделает так, чтобы он даже не смог повернуться. Как это кто-то сделает, чтобы он даже не смог повернуться? Нет, 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 он может нарушить, да, каждый человек может нарушить заповеди, может нарушить Аллаху, но только это нарушение, да? Да? И получится, что такая важная вещь, как Криятшма, у него сказано без каваны, без смысла и с нарушением. Получилось, что вместо исполнения заповеди он приобрел нарушение заповеди. Зачем оно нужно? Стоило для этого так стараться. Второй и третий отрывок, если есть необходимость сделать какой-то знак, связанный с исполнением другой заповеди, то можно сделать такой знак. Во втором, когда произносим мы второй и третий отрывок Криятшма. Для того, чтобы успокоить малыша, нет, только по окончании Криятшма можно будет его успокоить, потому что это не заповедь. А ногой можно? Что ногой можно? Ну, подмигнуть. Подмигнуть? Если ты намереваешься подмигнуть, то какая разница, ногой, рукой, глазом, все равно это будет отвлечение от Криятшма, правда? Я не очень хорошо тебя слышу. Когда что? Первая часть, когда ты подал знак, что ты начать заново шмал? Ты знаешь, это сложный вопрос. Я не знаю на него ответа. Я не знаю на него ответа. Я попытаюсь найти ответ на твой вопрос, Пинхас. Очень хороший вопрос. Что же делать, если по какой-то причине нарушил и подмигнул, не знаю, или сделал какой-то другой знак во время чтения Криятшма? А что же теперь с этим делом делать? Я должен поискать ответ на этот вопрос. А? Подожди, подожди. Читать заново это совсем не так просто. В Криятшма, ты знаешь, есть большое количество имен Ашема. Если не нужно читать заново, то, прочитав заново, мы произнесли целую кучу имен Леватала. Зря, да? Поэтому нам нужно точно знать, нужно или не нужно, нужно или не нужно, можно или нельзя читать Криятшма заново, если сделал какой-то знак. Это очень серьезный вопрос. Я попытаюсь найти на него ответ. Если я сам не найду, я спрошу своего Рава. У меня тоже есть Рав. Интересный ответ. Вопрос. Молодец, Пинхас. Хороший очень вопрос. Да. Да, Юэль. А если ты говоришь, Мак, к тебе подходит человек, который уже помолился и хочет с тобой задумывать, можно ли ему по такому это двинуть? Как ты думаешь, если ты стоишь перед царем и говоришь царю приятные вещи, ты его прославляешь, царя, и вдруг подходит какой-то человек и хочет с тобой в это время поболтать? Как ты думаешь, можно прекратить говорить царю важное прославление и отвернуться от него и с этим человеком немножко поболтать? Как ты думаешь, как царь к этому отнесется? Понятно? Юэль, понятен ответ? Да. Этот человек, если это еврей, который понимает и знает Аллаху, да, то он знает, что во время креатшма ничем нельзя отвлекать другого еврея. Если он не понимает, то не понимает, ну что поделаешь, да, толкается, да, мешает. Бывает и такое, что кто-то мешает, или малыш подошел, который не понимает и мешает говорить креатшма. Поэтому, поэтому, к слову сказать, поэтому в синагоге так важно, так важно в синагоге смотреть, следить за малышами, чтобы они не мешали взрослым молиться. Так, мы разобрались с отрывками, когда что можно и что нельзя. Следующее, что говорит нам наша Аллаха в этой книжке, вы знаете, что в креатшма есть 245 слов. 245 слов. А у человека, в теле человека есть 248 частей тела. И наша креатшма, она должна соответствовать тем частям, тому количеству частей тела, которые есть у здорового человека. Так вот, чтобы дополнить, чтобы дополнить 245 слов до количества частей тела, до 248, до рамах эварав, да, рейш мэм хэд это 248, 248 частей тела, а в креатшма у нас только 245 слов. Не хватает сколько слов? У нас Ильяу быстро считает. Что же он с назад посчитал? Посчитал. Трех. О, Йоси еще быстрее посчитал, потому что он внимательно слушал. Ни на что не отвлекался. Молодец. Йоси! Трех слов нам не хватает. Мы дополняем креатшма тремя словами. Ашем, элукейхем, эмет. Когда заканчиваем мы читать креатшма, последние слова Ашем, элукейхем, эмет, мы заканчиваем. Это 245 слов. И тут Хазан, тот, кто ведет молитву, он громко повторяет эти слова, последние три слова Ашем, элукейхем, эмет. И все, кто слушают, слушают Хазана, Хазан, он выводит нас, выводит нас Едейхова. Он как будто бы говорит эти слова за нас. И те, кто их слушает и имеет в виду, что эти слова как будто бы он сам сейчас произнес, то у него получились те самые необходимые 248 слов, которые соответствуют всем частям тела здорового человека. В некоторых общинах, после того, как Хазан произнесет Ашем, элукейхем, эмет громким голосом, то и вся община за ним еще раз повторяет эти слова. Но у нас это не принято. Что делает человек, что делает еврей, если он читает Криадшма не в Мельняне, а один? Если он читает Криадшма в одиночку, по какой-то причине уважительной, то в начале, перед прочтением Криадшма, он добавляет три других слова. Кель-Мелех-Нейман, Ашем, царь надежный. И таким образом он дополняет, дополняет до нужного количества слов свою Криадшма. Евреи, которые молятся по восточному, по восточному нусаху, по восточному распорядку, да, это Эдот Амизрах. Кто у нас молится по восточному нусаху? Есть тут кто-нибудь? Я молюсь по востоку, когда я молюсь. Ты молишься по Сидуру Эдот Амизрах? Эдот Амизрах? Как называется твой Сидур? Есть у нас три нусаха. Есть нусах Ашкиназ, на котором молятся Литаим и часть хасидов. Есть нусах Сфарат, на котором молятся хасиды, последователи Большемтова. И есть нусах Эдот Амизрах, на котором молятся восточные евреи, евреи из Марокко, из Йемена, из... Я знаю, я знаю Марокко. Так ты молишься по восточному нусаху, да? Я только на молитве. Только на молитве? А после шма. Это молитва. Ага. Понятно. Так, я, насколько я знаю, Леви, Леви, ты перешел уже на восточный нусах? Нусах Сфарат я уже пришел, а раньше мы молили с тобой нусах Ашкиназ. Да, раньше нусах Ашкиназ, а теперь какой нусах ты молишься? Сфарат. Сфарат? Леви, Леви, Сфарат или Эдот Амизрах? Арут Амизрах. Эдот Амизрах. Сфарат это тоже ашкиназский нусах, это не сифарский нусах, это нусах хасидов, а ты молишься Эдот Амизрах. О, так вот для тебя это как раз актуально. Сефарды, те, кто молятся по нусах Эдот Амизрах, они не говорят Эль Мелех Нейман. Не говорят они этого. Вместо этого, даже если они молятся в одиночку, они говорят, просто второй раз произносят Ашем Элокэхэм Эмет в конце Крият Шма. Если, если еврей, молящийся по восточному нусаху, он молится по какой-то причине в одиночку, то просто последние три слова Крият Шма, Ашем Элокэхэм Эмет, он произносит два раза. Понятно? Я хочу что-то сказать. Да, Мойшик, слушаю. А сколько везде, сколько всего везде Шма, сколько букв? Букв? Букв я не знаю, не считал. Не знаю. Ты можешь взять Сидур и посчитать, сколько же букв Крият Шма. Это не так сложно, не настолько их много, но... В трех отрывках Шма, но это и называется. Крият Шма, да? В трех... Да. Так вот, можешь посчитать, сколько там букв, потом можешь нам рассказать. Мы знаем в точности, и, ну, нам об этом сказали мудрецы, обратили наше внимание, что слов, слов там столько же, сколько у нас частей тела 248, вместе с этими тремя, которыми мы их дополняем. Ай, когда, когда мы говорим, когда мы говорим первый пасук, то последний... А чем это связано, что Шма 48... 248... 248? 248... И участие от тела... 248. Потому что, потому что та молитва, которую мы молимся, она связана с нами, с нашим телом. Ашем создал нас, создал нас по определенному плану, и по этому плану мы связаны со всем мирозданием, точно так же, как мы связаны с пасуками Шма, со словами Шма, точно так же мы связаны с храмом, в котором его основные части также соответствуют всем частям тела человека. Да, есть еще другие связи, о которых я не знаю, может быть, кто-то другой знает, но все, все в мире взаимосвязано, Ашем создал нас не случайным образом, и не зря он сделал у нас в теле 248 частей тела, и не зря он велел нам читать именно Криат Шма, в которой... Почему он взял именно 248? Этого я не знаю. Этого я не знаю. Когда ты вырастешь, то ты попытаешься поискать это тоже в книгах. Возможно, что кто-то из мудрецов объяснил это. Вы знаете, что Тора, она огромная, огромная. Есть множество, множество, множество тайн Торы, которые не все, не все и не всегда могут узнать. Кто-то, кто-то, кто учился больше, тот узнал больше, кто учился меньше, тот узнал меньше. Вам, я хочу сказать, что вам очень сильно повезло. Вы начали учить Тору, когда вы еще совсем дети. Я, когда я был мальчиком, никто не учил меня Торе. Я жил в Советском Союзе и никто там Торе, конечно, меня не учил. И только, только когда я стал уже взрослым, когда мне было уже 22-23 года, я только тогда начал учить Тору. Поэтому я многие вещи еще не знаю, еще не выучил. Но я надеюсь, что вы выучите больше меня, потому что у вас больше времени. Надеюсь, что вы успеете больше меня. Так, а пока, чтобы не отвлекаться, чтобы не отвлекаться, да, я хотел сказать очень важную вещь, что когда мы говорим Шма Исраэль Ашем Лукейну Ашем Эхаад, последнее слово Эхаад, один сказал Сумхус. Был такой замечательный мудрец по имени Сумхус. Каждый, кто продлевает, протягивает в слове Эхаад, то ему продлевают дни его жизни. Поэтому вы можете обратить внимание, что в синагоге, когда читают Криадшма, вот это слово Эхаад, его немножко тянут все. В разумных пределах. В разумных пределах. А почему тянут их? Потому что Сумхус сказал, тот, кто протягивает, продлевает это слово Эхаад, тому продлевают дни его жизни. И папа тоже. Жизнь, да. Ну, был один Чуку-Буку, который в синагоге этот Эхаад так тянул, что все уже на него оглянулись, что ты делаешь. Так делать не надо. Все, я говорю, все в разумных пределах. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, протянули этот Эхаад, но главное, чтобы в конце буква Д была твердой, чтобы ее можно было расслышать. Чтобы ее можно было расслышать. Так. Когда мы читаем Криадшма, мы держим в руках наши цицит. Как вы думаете, почему? С чем это связано? Потому что в Криадшма одна из ее частей упоминает о цицит. Да? Чтобы не спать с цицитом. О, о, о. Чтобы не спать с цицитом? А что, во время Криадшма мы спим, что ли? Да. Мойшик и Ария Заман вы говорите одновременно, и невозможно понять, что вы говорите. Что Мойшик? Почему мы трогаем цицит во время Криадшма? Сейчас я как раз собираюсь это объяснить. Да, Ария Заман? Это в третьем отрывке Криадшма. Верно. Но, кроме того, сказано в Криадшма И будут эти вещи на твоем сердце. Так вот, следуя этому псуку, мы берем эти вещи, цицит, которые напоминают нам, напоминают нам о всех 613 заповедях, мы об этом говорили, да, и мы приближаем их к нашему сердцу, чтобы были эти вещи на нашем сердце. Это символически, да, таким образом мы обозначаем, что они у нас на нашем сердце. Так, держит цицит левой рукой. Тот, кто леворукий, да, есть левша, он, естественно, держит правый, которая для него является левой, да. Левша все делает в обратном порядке, наоборот. Так вот, держит цицит левой рукой. Я правша. Я правша. Правша. Большинство людей правши, но есть, есть, да, есть левши, есть определенное количество людей. А чем я левша? Обычно, обычно у левши получаются лучше всякие очень тонкие работы. Левша, у него, у него лучше получаются всякие тонкие, сложные вещи. Что еще я хотел успеть сказать? Что я хотел сказать? Каким образом мы держим цицит в руке? Нет, сегодня я уже не успею этого сказать. Это уже на следующем уроке. До свидания, дорогие мои. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok